Несмотря на молодость актрисы Марии Капустинской, в фильмографии девушки уже насчитывает несколько десятков ярких и вовсе талантливых ролей. Известные же девушки подарили роли в молодежных телесериалах ОБЖ и Старшеклассники, однако творческий багаж Марии наполнил и более серьезными характерными работами. Будущая актриса родилась в Санкт-Петербурге 2 декабря 1985 года. Известно, что с раннего возраста Мария показала склонность к занятиям музыкой, а уже в 11 лет девочка впервые вышла на сцену музыкального театра «Розыгрыш». Возможно, столь раннее знакомство с актерским мастерством и аплодисментами зрителей и определила дальнейшую звездную биографию Марии Капустинской. Девушка с легкостью поступила в небезызвестную Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. В 2007 году Капустинская окончила это учебное заведение. Уже будучи опытной актрисой, первые роли Марии достались еще во время учебы и девушка с легкостью с ними справилась. Первые актерские работы Марии Капустинской роли Маши в сериале ОБЖ и Вероники в Старшеклассниках. Эти сериалы о подростках и для подростков полюбились юным зрителям и их родителям. Мария стала узнаваемой. Первая главная роль досталась Капустинской в 2011 году. Это был сериал «Встречное течение», где Мария предстала в образе сотрудника милиции. Красавица-лейтенант бесстрашно распутывает даже самые хитроумные преступления. Полицейская тема часто будет появляться в творческой биографии Марии. Капустинская девушка сыграет в эпизодах убойного отдела, сериала «Груз» и культовых улицах разбитых фонарей. Среди работ тех лет стоит отметить многосерийную мелодраму под названием «Тест на беременность» сериалы «Хвост и шаман». Вскоре за Марией основательно закреплется слава сериальной актрисы, которую режиссеры с радостью приглашают на съемочные площадки. По признанию некоторых, работать с девушкой приятно. Несмотря на славу и любовь зрителей, Мария вовсе не заносчива и постоянно готова снова и снова повторять действия героинь, чтобы добиться правдоподобного результата. В 2014-2015 годах Мария Капустинская снималась в криминальном сериале «Невский». Девушке досталась роль Юлии, жены главного героя, сыщика Семенова. Эту роль талантливого сыграл обаятельный актер Антон Васильев. Каждая серия «Невского» – новое испытание для Семенова и его команды. Сыщику нельзя ошибиться, ведь каждая ошибка в общении с преступным миром может оказаться и вовсе последней. И тогда красавица-жена так и не дождется мужа с работы. Еще один криминальный сериал «Город особого назначения» также украшен героиней Марии Капустинской. На этот раз Мария пристала перед зрителем в образе бесстрашной Маши Черновой, старшего лейтенанта и психолога группы. Группой называют отряд бывших военных, сотрудников МВД и других силовых структур, проявивших себя бесстрашно и профессионально. Именно эта группа спасает людей и приходит на подмогу стражам порядка, когда те оказываются бессильны перед особо изощренными преступниками и террористами. Следующую яркую роль Мария Капустинская сыграла в 2015 году. Актрисе снова досталась героине криминальной драмы. Сериал «Восхождение на Олимп», режиссером которого стал небезызвестный Сергей Щервин, возвращает зрителей в 1980 год. Олимпиада в Москве, завладевшая вниманием жителей всей страны, стала прикрытием для грабителей, совершивших ряд наглых ограблений. Задача милиции найти злоумышленников, однако все оказывается не так уж и просто вскоре сыщикам становится очевидно, что корни одного из ограблений уходят далеко в прошлое. Мария Капустинская здесь снова сыграла жену главного героя, опытного капитана милиции Алексея Ставрова. Кроме сериалов с участием Капустинской зрителям запомнились фильмы «Письма на стекле», «Прошлое умеет ждать» и «Признер уездного театра». Четырехсерийная картина «Прошлое умеет ждать» снята по мотивам книги Виктории Плотовой. Это психологический детектив, который держит зрителей в напряжении до самого последнего кадра. История начинается банально. Родственники, не видевшие друг друга пару десятилетий, собираются в доме умершей бабушки. Постепенно вынужденная встреча родственников, ожидающих нотариуса, станет настоящей трагедией. Личная жизнь Марии, в отличие от ее героинь, скрыта телекамер. Актриса не любит распространяться о влюбленностях и романах и скрывает от журналистов и поклонников имя возлюбленного. Ходят слухи, что второй половинкой актрисы стал Игорь Ботвин. Партнер девушки по съемкам в сериале «Встречное течение», однако ни Мария, ни Игорь не комментируют подобные предположения. Утверждать можно только одно. На совместных фото в Инстаграме, выложенных в сеть поклонниками актрисы Марии Капустинской и Игорь, Ботвин действительно неплохо смотрится рядом. Сейчас Мария Капустинская снова занята на съемках. К выходу готовится сериал «Новая жизнь», который с нетерпением ожидают поклонники актрисы. Главные роли в картине достались актерам Валерии Ланской и Антону Хабарову. События новой жизни завертятся стремительно. Сегодня Полина провожает мужа в командировку, а уже спустя пару часов узнают о том, что самолет, на котором летел супруг, и вовсе разбился. Страшное горе обрушится на женщину, однако вскоре выяснится, что на борту того лайнера супруга главной героини и вовсе не было. Молодая актриса от роли к роли все больше оттачивает профессиональное мастерство и определенно претендует на яркую актерскую карьеру и в будущем. И вот совсем недавно стало известно, что Мария Капустинская снялась в третьем сезоне сериала «Невский. Чужой среди чужих». История нового сезона начинается с того, что во время перестрелки в супермаркете Павел Семенов, который сыграл Антон Васильев, получает тяжелое ранение. Он не хочет возвращаться в полицию, где теперь начальником ОМВД работает Арсеньев, которого сыграл Александр Сайюталин. Да и места в гражданской жизни себе найти никак не может. Семенов принимает предложение своего друга Алексея Фомина, которого сыграл Дмитрий Поломарчук, возглавить его службу безопасности, но перспектива превратиться из полицейского бандита его и вовсе не привлекает. Вышедшая из колонии Юлия Семенова, которая сыграла собственная Мария Капустинская, пытается адаптироваться к жизни на свободе, но часто сталкивается с предубеждениями и злобой. Между тем, конфликт между Фоминым и Арсеньевым набирает обороты, и пока член банды киллеров Сергей Семенчук содержится в СИЗО, следственные органы пытаются установить, остались ли на свободе его сообщники. Данный третий сезон состоит из 20 серий. Именно здесь Мария Капустинская проявила себя наиболее ярко. И среди фильмографии данной актрисы хотелось бы отметить сериал ОБЖ, который был снят в 2000 году, в сериале Старшеклассники, который был выпущен в 2006-2010 годах, в сериале Опера Хроники убойного отдела, в 2006 году, в 2007 снялось в фильме Молодое зло, в 2008 Куклы колдуна, в 2009 Одну тебя люблю. В 2010 фильме Одиночка, в 2011 в двух картинах Встречное течение и Шаман, в 2012 фильме Груз, в 2013 фильме Кома, в 2014 Тест на беременность, в 2015 Восхождение на Олимп, но это лишь часть работ столь замечательной актрисы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok